Всем привет, это канал Дрифт Команды Санрайз самых атлетичных пацанов Ютуба В нашей команде есть три тачки это гоночное кресто вот этого детского Альтеза и недавнешнее Никитина приобретение разъебанный Марк Субтитры создавал DimaTorzok итак, знакомьтесь это наш Никита всем привет и его новая игрушка или проблема игрушка-маркушка, проблема-не проблема буквально на днях мы купили за 100 тысяч рублей вот этот вот чудесный Марк на контрактном GZ и в принципе больше в нем ничего хорошего нет, кроме еще коробки, которая не пинается но все же, мы его сделаем весь сделаем, поменяем всю кузовщину которую нужно поменять и на которой там есть шпаклевка и вот эта вот вся мука сделаем на нем выворот, поставим ручник заварим редуктор, купим новую резину и будем, но это не точно точно твоя машина? да, я ее купил за осущие копейки слезы и за грехи перед людьми а что с порогами случилось? пороги, я подписался в 2013 году на паблик ПАЗДНИШ ну и как видишь на нанотехнологии, да, все-таки здесь применены? да, здесь бобры плюс и моя любовь к Ниссанам, она а вот здесь пена закончилась или что? она отыгралась на марке да, здесь кончился баллон и начались вмятины не, ну это понятно, пена как бы тоже стоит денег а заднее сидение в комплекте не давали? заднее сидение, полка, это все было в комплекте но оно сейчас отдыхает в гараже блин, ну без сидения каши не сваришь, ты же сам понимаешь я его почистил, чтобы людей туда садить я же уважаю своих людей, друзей и всех своих знакомых и кого, никого невозможно было назад посадить я первый тюнинг, который произошел в этом автомобиле какой можно сделать тюнинг за бесплатный который нравится походу только одному заправил его я его заправил и снял тренировку хорош, просто красавчик тормоза красные, значит, тормозят хорошо красные, значит, спортивные уже нагрелись просто скотчем лампочки, да, привинтили этот китайский поворотничек был на скотч он сюда не нужен, но самое главное, что номер true потому что у нас на канале все true мы не наебываем но цвет прикольный, на холодильник бабкин похож да, на грунтовку а это к деньгам, да? это к деньгам, к прибыли, ну сам смешно, дворники-то нормальные нормальные, если бы они были живые на тот, посмотри, он есть, просит он как бабкины блины уже распустился и с него масло вытекает смотри на него не, ну радует, что когда-то хозяин вкладывал деньги в дворники ну это не точно, возможно, он их украл и не тот человек, у которого я купил эту машину это до него украли потому что тот человек этого не мог сделать я надеюсь двери открываются? да, даже все если у машины открываются все четыре двери это уже кое-что, ребята у машины работает кондиционер руль и не всегда магнитола Sony Explo крутые карты лютый климат и еще у нас такая приборка, которую я ни в одном марке не видел вернее я видел этот калькулятор и не только в 90-х и в 100-х кузовах и во всяких разных 80-х кузовах но здесь он рыжий рыжий климат, рыжие часы и рыжая приборка ощущение, будто салон из медведя шили из плюшевого из плюшевого медведя из детского мира за 35 рублей еще тогда, ну 35 рублей подожди, закрой еще раз дверь там что-то выпадывает давай по-моему подвеска из-за дверей рушится это не подвеска, сзади она целая всю подвеску мы решили не ремонтировать там загонять на СТО, смотреть рычаги о боже, у нас есть два живых два живых здесь нету мы просто поехали в один известный магазин всем и купили все абсолютно все резинки и на морду, и на жопу но кроме передних верхних рычагов потому что они у меня от сотки еще остались наконечники от сотки у меня остались и шаровые в общем все, что связано с шарами соединениями мы не покупали мы купили все резинки в следующей серии этот Марк поедет уже на подвеску мы его поставим на яме на какие-нибудь, я не знаю, бревна на слезы или еще на что-то открутим всю подвеску от него и поменяем потом будут у нас новые пороги то есть эти уже не устраивают эти пороги не устраивают мы осторожно, можно заразиться чем-то что еще новое будет? мы уже нашли пороги за 6 тысяч рублей в соседнем дворе стоят, завтра ночью мы пойдем да, вот, 6 тысяч рублей за пороги где переварить, покрасить и пошкурить у нас есть так же за слезы и за тевасу пошкурить в Омске вообще не проблема ты что, зеркала за 7 тысяч купил? это, пожалуй, самая дорогая покупка на разборе электрозеркала с подогревом они складываются 7 тысяч рублей и новая опция на марке это датчик света и компас причем приклеенный на жвачку, Карл ой, сломал подожди в этой машине вы не забудьте жвачку серьезно видимо, в кругосветку предыдущий владелец съездил и привез вот это что еще по тюнингу расскажешь? капот открывается? капот сейчас мы попробуем открыть честно? правда сейчас я вам что расскажу я сам не знаю, где открывается честно ну, должен посередине вот, смотри а палочки нету? нет мне кажется, вот она нет это ну, что сказать один GZGE 57 тысяч пробег или это 157? нет, 57 тысяч пробег у меня даже есть документы от мотора как раз он мхом покрылся это говорит о том, что пробег небольшой что по тюнингу у нас здесь? по тюнингу у нас здесь фамилия продавца блок предохранителей красного связи красного цвета опять же для быстрой езды 100% оранжевый форс аккумулятор да желтый мы немного подзаребались держать капот с мотором из всего тюнинга будет только одно мы его помоем поменяем фильтр промоем форсунки короче мы его обслуживаем трамблерный что ли? ну да это же дорестайл 180 лошадей не 200 не в WTI а обычный старый окуянный жузет сигнализация даже была когда-то сигнализация есть работает с автозапуском даже заводит там нагавки я сам в шоке вот эти вот провода которые непонятно откуда и зачем куда идут я их боюсь трогать но я их уберу я думаю вот с этой кошмой мы тоже распрощаемся но это на зиму чтоб тепло было с кошмой распрощаемся вот это вот когда машина не заведется чтобы укрыться нормальная тема ну да в принципе радиатор у нас токовый жузетный все хорошо даже вот в этой машине вот эта вот штука присутствует в моем прошлом марке этого не было роскоши такой радиатор лучше чем вольтезе он большой пожалуй закроем капот нахуй нужен я уже просто рук не чувствую свитом не занимаюсь и школу камня не прохожу что скажем с багажником я бы тебе много чего бы про него рассказал но я его открыть не умею я не могу его открыть я дергал за шкопу а она не открывается ключом тоже давай еще давай попробуем у нас очень часто возникают трудности но мы не унываем кросиком не открывается у нас есть разные ключи я попробую не открывается есть три ключа один заводит один открывает это 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 красный помеченный вот этот ключ в теории должен идти сюда вот открылся но он не открылся последняя попытка тихо я делал все что мог давай другой ключ я делал все что мог давай другой ключ не нажал мы не мусорим здесь вентиляция осуществляется через пороги но варвары его запенили пеной и поэтому была плохая вентиляция и все пошло в принципе я думаю это климат-контроль просто и более экономный почему он весь обостранный даже колеса я на нем по грязи ездил в этот гараж что заведешь подожди ты уверен что вообще это произойдет он поедет контрактный мотор полтора месяца назад установлен остальное мы все сделаем полтора месяца назад установлен и семь лет назад упакован в Россию смотри он даже не дымит дымом воняет но не дымит правда что прокатимся поехали вы посмотрите просто и обратите свое внимание красный калькулятор красные часы красные часы это оптитрон или нет? нет это просто калькулятор красные часы а-ля Турурву и климат а здесь нет этой кнопки свин? да она в сотике только по моему появилась тихо мы едем в общем свет в машине я не могу включить по одной простой причине потому что когда включаешь свет из-под панели идет дым почему идет дым из-под панели мне конечно не известно но у меня есть одно предположение вот сюда вот сюда и вон туда и абсолютно во все воздуховоды и вниз и в подсветку пола ног и куда угодно везде стоит диодная лента везде стоит диодная лента и когда ты включаешь поворотник она начинает моргать и трещать релюшками какими-то там непонятно он даже в горку едет он в горку едет он видишь как он жопой он как сучка очком трясет тут видишь чувствуешь? да 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 вот потому что на нем нет подвески в принципе я на это и повелся просто когда я ее увидел сдалека она так прикольно жопой передо мной виляла и я решил что она моя когда я вижу охуенную сучку за сотку я ее всегда везу домой так она и попала ко мне во двор не делайте так я бы с удовольствием и пристегнулся в этом чудесном автомобиле и вам бы этого советовал но у меня светлая футболка и если я пристегнусь она будет просто в полоску что Adidas три раза пристегнулся ты в Adidas двигаешься в принципе если на ней не разгоняться больше сорока километров в час то все может быть удачно то все может быть да ты возможно доедешь до дома мы сделаем этот чудесный автомобиль начнем кататься по городу ну кататься в смысле просто просто кататься мы же не дрифтуем мы просто катаемся ну вообще какие планы как ты думаешь смотри какие дела сейчас мы ему мы уже все рассказали какие проценты что наше предприятие пойдет ко дну никаких ведь баржа на миле она уже не подпомна у нас есть деньги а извини окна у нас не открываются твое нет у нас есть чудесный марк с хорошим мотором но с плохим кузовом но я уверен что это ненадолго и уже в ближайшем в ближайшем будущем мы уже сейчас все сделаем мы уже заказали пороги мы уже заказали подвеску на этот автомобиль причем всю и в круг мы все сделаем и он будет лялька лялька соска за копейки в ближайшем никакого обмана все чеки прилагаются а будущий хозяин который купит эту ракету не подумай что мы тебя наебали просто пойми сколько сил мы туда вложили либо не вложили это уже покажет следующий эпизод а это приборы кто то устанавливал вот эти вот я не знаю что они значат они не работают вольтметр работает остальное не работает термметр это видимо что ну смотри если короче термметр у нас есть аудио подготовка в автомобиле почему у нас все машины разбиты скажи мне ну потому что мы такие смотри смотри они все зашевелились оба пошла мука итак гангстеры в следующей серии вы увидите как возможно он поедет и мы его сделаем ну что то вы 100% увидите в следующей серии мы сделаем на нем подвеску и попробуем на атмосферном GZ на трамлерном 180 сильном покрутить хотя бы пятаки сделать какие то банальные бернауты там я не знаю что то минимальное что можно сделать на простом марке стандартном там без выворота без заварки и всего того подобного а уже в следующих сериях вы увидите как мы уже снимаем с него пороги начинаем красить покупаем материалы делаем его восстанавливаем его серии думаю пять минимум мы сделаем по этому марку все подписывайся если не лох что мы не пропали следующей серии вот густую в Субтитры сделал DimaTorzok